Через паузу мы продолжим разговор о Мосфильме и встретимся с известными актёрами Ольгой Кабо и Олегом Шкловским. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о столетнем юбилее главной киностудии страны – Мосфильма. У нас в студии известный актёр театра и кино Олег Шкловский и заслуженная артистка России Ольга Кабо. Ольга, Олег, приветствую вас. Сто лет Мосфильму в этом году, поэтому у нас сегодня очень предметный разговор. Когда вы первый раз оказались на этой киностудии? Вы помните? Это был 1985 год. Я только поступила в Авгик, в мастерскую Сергея Фёдоровича Бондарчука. Вам три года, что ли, было, когда мы поступили в Авгик? И Сергей Фёдорович в это время снимал Бориса Годунова. И в сентябре месяце, когда у нас только начались занятия, он всех своих студентов пригласил на съёмку, на съёмочную площадку на киностудии Мосфильм. И мы как-то с особым трепетом, и мне кажется, даже на носочках проходили через Мосфильмовскую проходную. Нас ввела ассистентка режиссёра. Говорит, тише, сейчас здесь съёмка, вы должны быть тише воды ниже травы. И мы пришли в исторический уже, как для меня это исторический, первый павильон, где были декорации Бориса Годунова. И мы стояли за камерой, Юсуф снимал, Сергей Фёдорович был в кадре. И это было, знаете, для меня такое ощущение, будто бы какой-то обряд посвящения в кино, творчество, профессию. А вы знаете, что сейчас на Мосфильме есть сквер имени Бондарчука? Конечно, я недавно была на киностудии, и мне было очень приятно, что поставили бюст Сергею Фёдоровичу. Потом я знаю, что в новом каком-то районе, Раменках, по-моему, около Мосфильма, строятся новые жилые комплексы. И улицы называются именами наших замечательных деятелей культуры и искусства. Есть улица Данелия, есть улица Бондарчука, Ланового. И это, знаете, это очень отрадно, потому что Москва должна знать своих героев и должна знать тех, кто подарил свою Москву, свои фильмы, свои ощущения. Потому что это фильмы, на которых, в общем, несколько поколений выросли. Ой, это как раз моя фотография была. На фотопробах. А это фотопробы, да? Да, ведь раньше на Мосфильме, прежде чем тебя утверждали, сначала были фотопробы, потом кинопробы. И вот вы знаете, если мне не изменяет память, это была фотопроба в картину Карена Георгиевича Шахназарова «Курьер». В общем, Карен Георгиевич меня не утвердил, но потом у нас были очень тёплые отношения, мы встречались и в Каннах, и на фестивалях. Вот, но Мосфильм, это, конечно, исполнение мечты. Я снялась где-то в 16 фильмах на Мосфильме, и для меня, конечно, это встреча и с Игорем Таланкиным, и с Сергеем Сергеевичем Тарасовым, и с Аллой Суриковой. Я проходила пробы у Марлина Хуциева на Наталью Гончаровую, у меня до сих пор остались фотографии этого времени. Олег, а вы свой первый визит помните на Мосфильм? Я не в том возрасте, чтобы уже помнить. Мама работала у меня в домах, где жили артисты, режиссёры, сухоператоры, операторы. Универмаг напротив был, и там были импортные вещи. Она была зам универмага, она одевала всех актёров. И я попросился, что, значит, поработать. И она договорилась, и на следующий день меня привели почему-то в тон-студию. Там Махновский был. Он говорит, всё, отправляйся к Бундерчуку на бал. Война и мир идёт. И посмотри хоть здесь с девчонками, там потанцуешь, и ты на роликах операторы. Я говорю, тебе будет так интересно, значит. И я провёл до ночи там, и я наслаждался. Ну, я первый раз увидел такое. Первый раз. Бау! Вот этот вот. Он, конечно, снимался много дней. Обалденно. И как снимали. Я был очарован. Звукооператоры ходили, значит, обязательно в бабочка, обязательно в бабочка. А они так одевались классно. А вот, Оль, в ваше время тоже в бабочках ходили звукорежиссёры? Или уже это ушло? Ну, Сергей Фёдорович, когда был главой объединения «Время», там же у каждого метра, было своё кинообъединение. Вот у него называлось «Время». Он, конечно, сидел на мусс-фильме, одетый камильфо. Надо сказать, что Сергей Фёдорович и Ирина Константиновна, они всегда были очень хорошо и красиво одеты. И они очень много ездили за границу. И, конечно, когда они заходили во ВГИК, то аромат парфюма Ирины Константиновны сразу разносился по всему институту. И мы понимали, что наши мастера пришли в мастерскую. Они пришли. И, вы знаете, Сергей Фёдорович, конечно, он нас вводил в этот мир кино очень красиво. Когда у нас были хорошо сыграны отрывки или какие-то экзамены, которые мы прошли достойно. Он нас приглашал к себе домой. И один раз мы пришли к Ирине Константиновне и Сергею Фёдоровичу. И он тем особо отличившимся студентам разрешил поддержать своего Оскара, который он получил за «Войну и мир». Вот из таких вот мгновений и соткана любовь к искусству, любовь к профессии. Ваши первые кинопробы на мост-фильме у нас есть. Я даже представляю, что это за фильм. Давайте посмотрим. Ваши первые кинопробы на мост-фильме. Итима. Оль, вы помните? Да, это кинопроба к фильму Николая Петровича Бурляева «Лермонтов». Я пробовалась на Вареньку Лопухину, возлюбленную Михаила Юрьевича Лермонтова. Такая любовь, которая прошла через долгие-долгие годы. И вот как раз это фотопроба к этой роли. Мы просто смотрели, цвет волос искали. Но на эту роль уже была утверждена Галина Беляева. Но она была в положении, ждала разрешения и рождения ребенка. И Николай Петрович на всякий случай искал актрису, которая бы могла сразу войти в кадр, если вдруг Галя не вышла бы на съемочную площадку. Ну, к счастью для Гали, она вышла на съемочную площадку, сыграла прекрасную эту роль. А для меня осталась вот эта проба, которую мне подарил Николай Петрович Бурляев. Мы очень с ним подружились после вот этой первой встречи. Я потом снималась у Натальи Сергеевны Бондарчук в фильме «Юность Бэмби». И когда Сергей Федорович Бондарчук меня не отпускал на съемки, потому что в Афгике было запрещено сниматься в кино до третьего курса, то Наталья Сергеевна пошла и сказала, «Отец, она мне нужна! Отдай девочку!» Так что у нас такая семейность какая-то была очень... Вот именно вот с этой семьёй я прям чувствовала, что я вот внутри этой семьи. И для меня это очень такие тёплые воспоминания, потому что Николай Петрович, он, конечно, в меня очень поверил. И он сам подыграл мне на пробах. То есть вот спина актёра — это был Николай Петрович Бурляев. Он вытирал мне слёзы, он мне подавал текст. И это было, знаете, так трогательно. И с такой отдачей ещё за это платили деньги. А, значит, за фотопробы платили 25% ставки, за кинопробы платили 50% ставки, а за озвучание платили 75% ставки. А ставка-то какая была? Ну, ставка у кого как. Ну, вот сначала там было 7,50 в день, самое минимальное. 7 рублей 50 копеек. Потом 12 рублей, потом 16, ну и так далее. Доходило до 56. Это была самая высокая ставка, которую получали народные артисты. И они получали ещё плюс 2 репетиции. Репетиции — это 50. В общем, они получали 112 рублей в день. Представляете, какие у нас были состоятельные артисты народные. Ну, я помню, что я так очень много снималась, поэтому ставка наросла от фильма к фильму. То есть актёрский отдел очень следил за этим процессом. Вот, это проба к фильму Сергея Сергеевича Тарасова «Рыцарский замок», в котором я снялась. В общем, он меня ввёл в такую романтическую тему. И долгое время меня все режиссёры видели такой романтической, голубой героиней, потому что все лирические роли, все какие-то исторические роли играла я. И действительно у меня их было много. Но благодаря этим ролям я научилась скакать на лошади. В общем, стала членом Ассоциации каскадёров, потому что Сергей Фёдорович всё время на уроках актёрского мастерства говорил, что артист должен быть синтетическим, и на съёмочной площадке у него не должно быть слова «нет». Поэтому у меня до сих пор на съёмочной площадке слова «нет» не существует. Ну и в театре тоже. Мне кажется, что так мало зависит от артистов, и так хочется вложить душу и все свои умения в ту роль, которую ты исполняешь. Поэтому, в общем, я экспериментировала и со шпагами, и с мечами.